Дорогие друзья, всем привет! Привет! Это Никита! И вы его уже видели? Да, второй раз. Да. Так как предыдущий ролик я у Никиты жестко отобрал и доделывал до конца сам, то сейчас я дам слово Никите от начала и до конца. И перерывать не буду. У Никиты сюрприз, подарочный сюжет для нашего канала. Напомню, Никита это человек, который в одном из конкурсов решил задачу, частично решил задачу, которую поставил Антон Нестеров. Мой друг и задачный композитор, и лыжник большой. Вот, неоднократный чемпион, точнее, я бы сказал так, бессменный чемпион на 100 километров за один день на нашем соревновании главном, на лыжах. И он также еще и задачный композитор. Ну и вот задача была в том, чтобы, так сказать, число умножить на какое-то число и чтобы его цифры от этого поменялись местами каким-то образом. И мы ее разбирали на канале, вы видели. Ну а теперь Никита свой собственный сюжет расскажет для нас всех. Я пропадаю. Ну, в общем, задача… Эта задача вообще взята с сайта problems.ru. Такой… Это сайт 57-й школы московской. Там различные сложности задачи олимпиадные для разных абсолютно возрастов. Вот такая реклама была нативная этого сайта. Заходите обязательно. Ну, в общем, формулируется она следующим образом. Есть следующее выражение. Вот такое. Ну, это уравнение, да, по сути. У нас же есть x, есть 0, значит, это уравнение. И есть некоторые условия. То есть k – это такая возрастающая последовательность. Ну, то есть коэффициенты вот эти, они возрастают. И, ну, понятно, там надо оговориться лишний раз. Потому что речь пойдет про матанализ… Ну, про матанализ, в принципе, всегда мы говорим о действительных числах. Но на всякий случай напишем вот такую вот вещь. Вот, я это ограничу, наверное, чтобы она тут висела. И, в общем, как решается эта задача? Ну, если у нас дано вот эта вот вещь, то мы хотим же 0, да, сделать, чтобы вот это вот убралось. Оно как бы нас пугает. Мы хотим вот работать с чем-то вот таким, очень привлекательным. И как бы большую вот эту часть страшную убрать. Ну, давайте уберем. Пусть a1 равно a2 равно 0. Тогда мы получим синус k0x – это 0, да, соответственно. И ура! То есть мы нашли решение. Это x равен pn делить на k0. Но я не оговорился, я не сказал, что нужно сделать задачу. Да, извините, я не опытен еще. В общем, нужно оценить снизу количество корней. То есть нам нужно сказать, сколько вот точно есть корней у этого уравнения. То есть там оценить снизу, да. Здесь мы именно, то есть, опять же, да, я некорректно сформулировал, не сколько есть всего корней, а сколько есть корней на периоде, да, то есть от 0 до 2π. Ну, потому что если бы у нас было всего корней, то это бы нас не очень сильно интересовало. Мы бы ответили, либо нет совсем, либо бесконечно много, потому что функция синуса, она 2π периодична, и там каждый корень повторяется, каждый, значит, 2π. Вот. Ну, и тогда вот здесь нас будут интересовать иксы, с какими n, с n равные, ну, 0 нам, да, 0 нам подойдет, 1 и так далее. И до чего? Ну, если я подставлю 2к0, то я уже залезу в 2π, а оно у нас как бы не взято, это луч. То есть один конец включен, другой нет. Значит, надо взять предыдущее, 2к0 минус 1. Ну, и тогда сколько у нас будет корней? Я, чтобы не писать всегда фразу «количество корней» на этом луче, я введу функцию number, ну, n, количество корней, собственно, этого уравнения. Ну, тогда вот эта штука, n от sin k0x, в данном случае, это ровно 2к0. Сколько вот здесь n, столько и корней, что, в общем-то, логично. Ну, вот, мы сделали какую-то, ну, даже не оценку, мы просто решили уравнение какой-то частный случай, да, как я, собственно, в прошлый раз делал на канале, я взял какой-то частный случай. Вот тут тоже мы взяли какой-то частный случай и поняли, что тут ровно 2к0 корней. Но как решать это в общем случае? Нам же интересно понять, сколько у этой конструкции будет корней, а не вот такой. Ну, в общем, фишка этой задачи в том, что нужно заметить, что когда мы берем производную много раз, очень много раз, у нас, в принципе, мало чего меняется. То есть, если я возьму производную, у меня тут будет косинус, тут косинус, косинус. Понятно, что вынесутся вот эти вот коэффициенты, да, а кашки они вынесутся, и как бы генерально-то ничего не изменится, по сути. И давайте мы попробуем описать закон, согласно которому будет меняться это выражение при многократном дифференцировании. То есть я напишу там какое-то... Давайте вот это назовем F большое просто, да, для удобства. А, не видно. Извините. Вот так вот F большое. Вот видно. F большое — вот это вот конструкция, которая дана в задаче. Давайте мы введем какое-то F, ну, допустим, mt, тоже от x, естественно, и попробуем описать этот закон. Ну, то есть, понятно, когда я буду дифференцировать, у меня синус-то будет меняться, да, то есть первый раз я продифференцирую, будет косинус. То есть давайте тут запишем какое-то F малое, пока мы не знаем, что тут писать. Забишем F малое от K0x, потом... Ну, A1 — это константа, она никуда не денется. Тоже F малое. То же самое, потому что у нас в виде синусы, мы одну и ту же можем написать. K1x. Потом константа тоже, A2, A большой 2, на F малое mt, K2x. Вот. Ну, и теперь нам нужно понять, что делать с этими коэффициентами, потому что они же все равно будут выноситься при каждом дифференцировании. Ну, и давайте попробуем вот тут поделить на K2. Ну, а тут, соответственно, на K1. K1. Вот так. Я не буду здесь писать «делить на K0». Почему? Потому что я хочу, чтобы у меня была вот хотя бы какая-то чистая часть, которая будет как-то коррелировать вот с тем, что написано здесь. Чтобы потом мне удобнее было оценивать корни. Как я это... Ну, как к этому можно прийти? Ну, в общем-то, к этому можно прийти, догадавшись, что вот тут можно написать K0. И тогда... Зачем я вообще все это пишу? Тогда у нас будет работать следующая магическая вещь. fm плюс первая от x производная равно... Ну, штрих. Равно fmt от x и умножить на K0. Потому что вот здесь я не поделил, и здесь я добавил. И здесь обязательно написать степень. Как для этого можно догадаться, у нас же тут... Мы должны же при каком-то M получить все-таки вот это выражение. Мы же за этим это пишем. И здесь я буду утверждать, что f нулевое от x, это есть ровно... Это есть ровно наше f исходное. Вот так. И мы таким образом... Ну, еще не до конца составили эту конструкцию. Нам нужно описать, как будет меняться вот эта вещь. Что у нас тут будет стоять по факту-то? Ну, давайте опишем. f малое от x. Ну, просто f малое даже без x. Можно это писать. Почему? Потому что у нас аргумент уже задан вот здесь. K0x и K1x и K2x. Вот. f малое... Что это будет? Ну, понятно, что нам нужно, чтобы это был синус. При M равном нулю пока... Давайте я так запишу. И вот у нас есть вот эта вещь, да? Наше предположение. Давайте как бы посмотрим, да? M плюс первое, то есть M плюс первое от нуля, это будет, соответственно, 1. И если мы возьмем производную от f, M плюс первого, нам нужно получить f, Mt. Соответственно, нам нужно взять первообразную с нулевой константой, если выражаться как бы научным языком. То давайте... Ну, какая первообразная с нулевой константой синус? Ну, это минус косинус, как бы, да? Минус косинус при M равном единице. Дальше берем минус синус при M равном 2. И последний... Ну, как последний, давайте еще, да? Косинус при M равном 3. А от косинуса это синус. Вот. У нас получился цикл. Ну, и как описать этот цикл? Нам нужно какое-то кольцо, выражаясь, языком алгебры. Ну, тут только слепой не поймет, что это арифметика остатков по модулю 4. Я вот так это запишу. Надеюсь, что понятно. Ну, то есть это имеется в виду, что число M при делении на 4, оно целочислено делится. Тут 1 дает, тут 2, а тут 3. Вот. Вот так. Вот это вот и есть вся наша конструкция, да? Она занимает всю доску. Давайте я вот уберу, например, вот эту вот вещь. Сейчас. Эта конструкция, она, что по сути значит, она привела нашу задачу к какому-то более общему виду. И этот более общий вид нам, если мы его как бы проанализируем, он позволит нам сделать какие-то выводы и по частному случаю, то есть по нулевой вот этой вот штуке, которая является тем, что нам дано. Вот. Как-то так. Ну, а что вообще мы хотим с ней сделать? То есть вообще нас интересует количество корней, да? Ну, значит, нам нужно как-то оценивать количество корней. То есть вот эта вот функция N, где она у меня? Слишком много записей. По-моему, я ее стер. Ну, ладно, неважно. Мы, в общем, запомнили, что количество корней уравнения мы записываем через функцию N теперь в этом видео. В общем-то, давайте проанализируем, как коррелирует количество корней от функции, которую мы дифференцируем, с ее производной. Ну, то есть тут еще есть константа, но как бы нам фиолетово что она значит? Потому что, ну, константа не влияет на количество корней, я думаю, это очевидно. Если вы понимаете все, что я этого сказал, вам должно быть это очевидно. В общем-то, как оценить это количество корней? Ну, в матанализе, введении в матанализе есть такая теорема Ролля. Я могу ее... Я не буду ее доказывать, не буду ее записывать даже. Я просто ее объясню. Я просто объясню, что она значит. Ну, то есть у нас есть какие-то... Ну, я нарисовал параболу, да? У нас есть какие-то нули функции вот здесь. Функция равна нулю. Так, примитивно запишу. Функция равна нулю. Теорема Ролля утверждает, что найдется хотя бы один нуль ее производной между двумя нулями функции. Ну, то есть никто мне не мешает, как бы, сделать такую ситуацию, что там найдется... Вот тут три нуля, да, нашлось между двумя нулями функции. Теорема Ролля утверждает, что найдется хотя бы один. И это достаточно, ну, тоже очевидно, да, хотел сказать. Но, в общем, доказательство там не такое легкое, наверное, E. Но если... Ну, мы не будем его, конечно, сейчас доказывать, потому что скажем, что это очевидно, как я уже сказал. В общем-то, что нам дает теорема Ролля в данной ситуации? Мы... Давайте числовую прямую я нарисую. И здесь есть корни. x1, x2, xn-1, xn. Вот. И мы берем... Ну, допустим, вот это вот корни вот этой вот функции. Ну, нули функции вот этой вот. А это ее производная. Теорема Ролля утверждает, что вот здесь найдется корень, вот здесь найдется корень, вот здесь... Ну, это интервалы я имею в виду. Вот здесь найдется корень. То есть интервалы от x1 до x2, x2 до x3, xn-2, xn-1, xn-1, xn. Их тут в точности n-1 корней. Но в чем как бы прикол математический, как говорится, этой задачи? У нас есть луч. У нас есть луч от 0 до 2π. И функция косинуса, синуса, неважно. Как я уже сегодня говорил, 2π периодично. То есть я перенесу сюда x1. Я сделаю x1 плюс 2π вот здесь. Он не попадает в наш промежуток, безусловно. Но вот здесь тоже будет корень. И его нам нужно не забыть. Вот тут тоже будет корень. И его нам надо посчитать. Он, конечно, может выползти за 2π. Он может быть слева от 2π. Но если он будет справа от 2π, то мы просто сделаем минус 2π и попадем вот сюда, на самом деле. Еще возможна ситуация, что мы попадем ровно в 2π. Но так как у нас луч, мы сделаем минус 2π, попадем в 0, все будет ок. И теперь мы можем сделать вывод вот на этом свободном месте. Я сейчас его выделю, чтобы он тут остался. n от f m плюс 1. То есть количество корней наших нулей функции вот такое вот, оно на самом деле будет меньше либо равно, чем количество корней m функции. По-моему, влезает. Вот так. Мы это доказали только что. Вот. Ну и теперь, что нам это дает, в общем-то? В общем-то мы теперь можем взять вообще любую из потолка, любую из потолка функцию, вот описанную по этому закону, который я сейчас стираю. И давайте я вот это не буду убирать. Все остальное уберу. В общем-то взять любую функцию и оценить для нее снизу количество корней. И из этого равенства мы сможем утверждать, что количество корней любой другой функции с коэффициентом меньше будет не меньше, чем наша нижняя оценка. Я надеюсь, я понятно сформулировал. Ну, сейчас будет еще понятнее, когда я расскажу подробнее. Это, в общем-то, последнее, что есть в этой задаче. Из такого нетривиального, скажем так. Так, ну я стер нашу функцию, но я сейчас ее восстановлю частично. В общем-то там были три слагаемых, да? А, ну в общем-то тут она есть, в частный случай. Давайте я на ней покажу. Тут есть три слагаемых. Раз, два и три. Там у нас были коэффициенты. К0 делить на К1 и К0 делить на К2. И у нас есть это соотношение. Зачем оно дано? Мы его ни разу еще, кстати, не использовали до этого момента. Зачем оно дано? Оно дано за тем, что дроби К0 делить на К1 и К0 делить на К2 они будут на самом деле строго меньше нуля. Потому что числитель будет всегда меньше, чем знаменатель. Опять же, языком матанализа я им уже немножечко обладаю, как студент. Но сейчас буду пугать немножечко школьников, наверное. Вот эти вот выражения. Ну да, безусловно. Ну и школьники в девятом классе уже знают пределы. Ну да. Это я. И в восьмом. Это я житель Урала. Немного не осведомлен. Ну да, безусловно. 31 лицей Челябинска пределы знают, я думаю, что... И в нашей 146. Тоже знаю, да. Ну, в общем, давайте запишем следующую вещь. То есть К0 делить на К1 у нас там было в степени М. Я сейчас просто восстанавливаю коэффициенты, которые... Ну, как коэффициенты слагаемые, которые были в той общей функции. То есть умножить на А1 умножить на FMT от К1 на X. Что, в общем, то же самое, если я тут поставлю двойки, я просто не буду сейчас этого делать, чтобы не загромождать, так сказать, наше решение. Ну, в общем, он будет равен нулю. Почему? Потому что эта штука, она строго меньше единицы, да, как я сказал. И когда мы будем ее возводить в какую-то степень и устремим ее как бы в бесконечность, то есть возьмем какую-то гигантскую степень, если выражаться простым языком, и возведем число, которое меньше единицы, в эту степень, оно станет очень близко к нулю. Почему это в общем как бы равно нулю? Потому что это как бы константа, а эта штука, она у нас от минус одного до одного. И в нашем стремлении они нам вообще ничем не помешают. Ну, то есть поначалу они будут мешать, конечно, как бы, но мы всегда сможем подобрать такое как бы число, такую степень M, при которой это все будет очень близко к нулю, очень близко к нулю. И так как этот предел равен нулю, я могу, ну, давайте я это назову B, всю вот эту штуку. А C — это то же самое, только с двойками. Как это записывается? Ну, ладно, давайте я никак не буду записывать, я вас просто это проговорил. Давайте Epsilon, да, главная буква, значит, мат анализа, я ей назову сумму B плюс C. То есть сумму вот этих двух слагаемых. Ну, не вот этих, а тех, которые там были, которые я стер в общем виде. И задам ее просто меньше единиц. Ну, я бы мог сказать, что задача решена. Я думаю, что те, кто по прошарению, они уже поняли, что она решена. Но давайте последнее пояснение сделаем. По-прожареннее. По-прошареннее. Молодежный слагаемый. По долгу службы я молодежный сленг знаю в основном. Ну, да, безусловно. Так. Что я сделал? Я, да, вот, Epsilon. И давайте мы, ну, возьмем, зафиксируем какой-нибудь M, да, большой, ну, допустим, я большое, вида 4 M плюс 3, да, допустим, чтобы взять косинус просто. Тогда вот эта функция, она будет чему равна? Да, давайте я сейчас по памяти уже пишу. Это косинус K0X. И, ну, наш Epsilon, да, который я назвал. Я за C назвал вот то, что, вот то же самое, еще раз повторюсь, только там стоит K2, A2 и K2. Ну, то есть, вот это вот самое. Оно… K0 умножить на X, X большой, да, потому что там просто рядом с нулем написано… А, ну, да, умножить, сейчас не этот… K0 получилось. Это не Inbox, безусловно. Ну, в общем-то, почему я назвал это M большое? Ну, это, в общем, такая ассоциация, что мы взяли какое-то очень большое M, что вот это вот Epsilon, оно меньше единицы. Это, возможно, исключительно при каких-то больших M, когда мы возводим число меньше единицы, как я уже сказал, в какую-то степень большую, оно стремится к нулю. Вот, и мы здесь это вот и написали в точности. Ну, и тогда у нас появляются два случая. Нам для начала вообще, перед тем, как рассматривать случай, нам нужно зафиксировать какой-то X. Нам нужно вспомнить, что мы уже находили какой-то X. Это был PN на K0. Ну, давайте его и подставим, собственно. Тогда F M большое X равно, нет, не X, а PN делить на K0, как я уже сказал. Пишу одно и то же просто. PN делить на K0 равно косинус PN плюс Epsilon. Вот, и теперь нам как раз нужно вот рассмотреть эти два случая. Кратно 2, N. Тогда мы получаем, вспоминаем, да, тригонометрию, получаем 1 плюс Epsilon. Ну, плюс-минус Epsilon я напишу, потому что там это зависит от знака константа. В общем, я это, конечно, ну ладно, уже не важно на самом деле. Тут и так, и так это получается больше единицы. Это первый случай, а второй случай N не кратно 2. Вот так. И тогда я получаю минус 1 плюс-минус Epsilon. А это уже меньше нуля. Вот так. И теперь, давайте еще немножко сотру, чтобы уже самый-самый конец уже показать, в общем-то, что можно стереть. Давайте вот это. Теперь мы будем смотреть, сколько у нас корней. Ну, уже, в общем, понятно, сколько у нас корней. Мы уже делали сегодня такую операцию вот здесь. Она даже осталась на доске. Давайте сделаем еще раз. Вот так. Мы берем какие-то иксы, опять же. Опять x1, x2 и так далее. Черт, кончаются буквы уже. Ну, пусть это будет x, z минус 1, x, z. То есть у нас тут z корней. А, на самом деле у нас n корней. Нет, z, извините. В общем, мы берем вот здесь. Это у нас нечетное, да? Корень с нечетным n, потому что он первый. Меньше нуля. Тут он больше нуля. Тут он меньше нуля, больше нуля. Неважно. И здесь по... Она, по-моему, называется первая терема Бальца Накаши, если я ничего не путаю. Я даже не помню. В общем, она гласит, что между двумя точками разных знаков обязательно найдется ноль. А, это терема промежуточного значения? Возможно. Ну, я, в общем, боюсь ошибиться, поэтому я просто ее... Ну, мы ее называем терема о промежуточном значении. О промежуточном значении. Возможно, она тоже именная. В общем, по тереме о промежуточном значении здесь будет, как я уже сказал, ровно n корней. Ровно z корней. И z — это и есть наше 2k0. Если я ничего сейчас противоречащего не сказал, то задача была решена. То есть n от нашего... Мы взяли его 4m плюс 3, ну, назвали m, да, просто большое. От pn делить на k0. Получилось в точности... Нет, тут все-таки было n. Получилось в точности n. А мы это находили, что это и есть 2k0. И получается, что общая оценка n от нашего исходного f и есть 2k0. В общем, я надеюсь, идея понятна. Я, по-моему, в конце что-то не так, по-моему, сказал. Но вот эта вот оценка, она все-таки имеет место быть. Оценка 2k0 корней. Ну, в общем, такая задача. Она, конечно, немного на матанализ. Но тут есть такая логика, конечно, в ней. Очень интересно. И очень интересное решение через производное. Вот это вот кольцо, где от синуса к косинусу спускается по первообразным с нулевой константой. Это очень интересно, да. Это такая одна из несущих, насколько я понимаю, конструкций в дифференцировании. Ну, и тут она очень неплохо используется. Вот такая задача. Большое спасибо, Никита. Я тут чуть-чуть отходил, поэтому я не знаю, последний участок был ли корректен. Но если не был, в комментах скажут. Да, обязательно. Публика нет. Мы оставим ссылку на Problems. Мы оставим ссылку на Problems. Да, да. Вот. Ну что же, Никита, спасибо огромное. Да, отлично. Замечательная встреча. У тебя удачи, да. В учебе дальнейшей. Вот. Давай. Привет, перми, передавай. Обязательно. Вот. Там уже снег. Но, правда, когда выйдет ролик, может, и у нас снег будет. Я думаю, что да. Всем пока. Пока.